Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Сегодня мы с вами поговорим о подготовке почвы для посадки корнеплодов. У многих из вас свеколка, морковка вырастают уродливая, особенно морковь, но для того страшна. Просто бывает три корешка, четыре корешка есть, бывает вот так, как прямо вся изогнется такой фитюлькой такой. Чтобы такого не происходило, обязательно обращайте внимание на структуру почвы. Она должна быть не крупная, не должно быть больших комков никаких, не должно попадаться камней, кирпичей, проволоки. Иначе корешочек упирается, видит сопротивление, раздваивается, расстраивается и поэтому получается такая стрёмная морковь. Свеколка точно так же, а то иной раз и начинает трескаться со дна. Так что, пожалуйста, на это обратите внимание, чтобы земелька у вас была вот такого качества. Очень, очень рассыпчатая вся. Мы на этом месте в прошлом году высевали укроп и в этом году, совершая севооборот, мы посадим корнеплоды. Ну, укроп мы сажали уже, грубо говоря, совсем в бедненькую почву, потому что укропа мы собрали очень много и сажали его, чтобы получить семена. Поэтому, собственно говоря, земля очень бедненькая и для того, чтобы вырастить хороший урожай морковки, свеколки, конечно же, надо внести удобрения. И у вас тоже, если земля бедненькая, то, пожалуйста, обязательно удобряйте ее. Значит, что мы вносим? Можно внести торф, если земля плотная или земля, например, очень песчаная. Ну, просто супесчаная почва. Тогда торфик будет удерживать и влагу, и питательные элементы. Но торф должен иметь, конечно же, близкую к нейтральной реакции. Лакмусовые бумажки в руку и проверяем. Если что, то корректируем почву. Значит, по кислотности добиваемся для корнеплодов реакцию 6-6,5, почти 7. Это самая любимая реакция почвы для корнеплодов. Вносим песочек. Песочек не должен иметь ко мне никаких крупных включений, иначе опять же получится встреча корешка с камешком и опять идет раздвоение, расстроение основного корня. Обязательно вносим удобрения. Конечно, под корнеплоды, также как и под зеленые культуры, должны вносить хорошо вызревшую органику. И, пожалуйста, обратите внимание, в магазинах практически везде можно купить биоперегной или биогумус. Это замечательные питательные элементы, если их вносить в меру. А, к примеру, если у вас на почве росли какие-то культуры, которые, ну, все, последние уже забрали из почвы питание, тогда в этом случае где-то примерно три четверти 10-литрового ведра мы вносим на квадратный метр. Больше не надо и меньше будет маловато. Вносим, как следует перекапываем. Значит, если нужно, торфик-торфик, песочек-песочек и биогумус, либо биоперегной. Вскапываем, внеся эти элементы, на штык лопаты и вскапываем несколько раз. В одну сторону проходим, в другую сторону проходим. Перекапываем так, чтобы все тщательно-тщательно перемешалось. Затем просто-напросто делаем бороздки и сеем семена. Понятно, да? И для свеклы, и для морковки мы вносим одинаковое количество органики. Вы скажете, как это так? Да так. Морковку мы сажаем чаще, ее больше, свеколку реже, но она сама по себе крупней. И для того, и для другого не забудьте, пожалуйста, внести примерно по литров 7-7,5 биогумус или биоперегной. Смотрите, что вам удобней и выгодней. Так что, дорогие мои, я думаю, что вы подготовите своевременно грядки для корнеплодов и, естественно, в сентябре месяце получите шикарный большой урожай. Так что, дорогие мои, если вам понравился этот выпуск, эта передача, то, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.